Добрый вечер, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Французский коктейль». И сегодня мы поговорим о уникальном, совершенно удивительном проекте, который называется «Игра в маске». Сегодня у нас в гостях художественный руководитель молодого оперного театра «Северная Венеция» Людмила Модина и маэстро Стефано Карлини, руководителя итальянского театра «Джиакозе Итальян». А в чем уникальность этого проекта, вы как раз узнаете, послушав нас сегодня. Je voudrais vous demander, d'abord, d'où vient l'idée de faire ce spectacle? Прежде всего, я хотела vous спросить маэстро, откуда родилась идея такого любопытного проекта? И в чем его особенности вообще, в чем своеобразие? En quoi consiste л'оригионалитет этого проекта и д'où vient cette идея? L'idée, c'est un travail que on a fait avec l'opéra «Джиакозе Итальяна» et dans la tradition italienne, des typiques des masques de Venise. В театре «Джиакозе Итальяна» типичны вот эти такие маски, совершенно такие классические персонажи, которые существуют исторически давно. Et de Venise et de tout, l'Italie de toute manière. Et de Venise, et de tout, l'Italie de toute manière. Et on a pensé de le proposer en Russie, parce que aussi la Russie, il a un grand tradition de l'ancienne de Stravinsky pour les marionettes, aussi pour les pulcinelles. Et on a pensé, appunto, de faire un ensemble de cultures de la culturelle italienne et de la tradition de la culturelle russe. «Итальянская культура музыкальная, русская культура музыкальная. Мне кажется, тут все органично. Я хочу вам напомнить, уважаемые зрители, что спектакль «Игра в маске» состоится 5 апреля в 19 часов в Георгиевском зале Михайловского замка. И я сразу же оговорюсь, чтобы вы это не забыли сделать, что зрители тоже должны приходить обязательно в масках. Мы еще к этому вернемся, но звоните по телефону 971-19-11. Мы в прямом эфире, если у вас есть вопросы. И мы продолжим наш замечательный разговор и посмотрим сейчас кусочек видео. Пожалуйста. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Я надеюсь, что зрители скажут, что она красивая, эта музыка. Я надеюсь, что она представлена особо. Она имеет музыку Моза, пантомима на масках итальянских. Она имеет версию «Ридуи», оригинальной Демаскани. Также будет сокращенная версия маскани. Симфония для квинтета и фортепиано. И у нас в Демаскани «Ла гавоте для бамбула», которая играла в Санкт-Петербурге. «Ла гавоте для бамбула», в 1900 году. Мы также делаем пайасы, это очень известное. Также мы вкрапляем кусочки из паяцов, это известная вещь для наших зрителей. Также есть музыка из Леопольда Мозаар, «Симфония бурлеска», это всегда музыка из шамбра. Также камерная музыка, «Моцарт и бурлеск». И мы не могли пропустить уникальные вещи, вообще с арлекинатой. Маленькая арлекината. Маленькая арлекината. Что это? Рарко. Потому что это тоже вещи редко, ни разу. Ты знаешь, потому что это было много лет, чтобы изучить музыку? Я это говорю, потому что я много лет занимался тем, что я искала эту музыку. И я очень доволен, что в Петербурге ее смогут услышать. Минусанна, а кто же инициатор этого замечательного проекта, который действительно уникален? Потому что я понимаю, что вообще никогда балеты Сальери не… Опера Сальери, «Маленькая арлекинада» и балет на музыку Вальганга, Амадея, Моцарта, «Панталона» и «Коломбина» в России точно никогда не звучали. Но, может быть, звучали… Я скажу, есть такое предположение, что император Павел I в зале Георгиевского дворца, которого мы будем представлять… Как раз у вас… Это произведение. Он обожал музыку Сальери и Моцарта и собирался ставить в своем домашнем театре оперы Сальери, оперы Моцарта, музицировал со своей семьей. И, возможно, эта музыка звучала, потом была утеряна, и, безусловно, в России ее в наши дни никто не слышал. Музыка просто божественная. И вот маэстро предложил мне этот проект нашему театру, потому что ему понравились, вероятно, солисты театра и то, что они молодые и могут играть в игру какую-то. И к этому проекту присоединились две такие очень известные в Петербурге организации. Это, прежде всего, Русский Музей Государственный, который предоставил нам зал одного из своих дворцов, Михайловского замка, потому что это как бы восстановление исторической справедливости, чтобы в покоях Павла I прозвучала та музыка, которую он любил. И Русский Музей с большим интересом к этому отнесся и пригласил нас сделать это именно в Михайловском замке. И такая общественная организация, фонд «Мастер-класс», который поддерживает все молодежные движения творческие. И руководитель этого фонда, Тамара Семенова, художник, она стала и художником нашего спектакля, чему мы несказанно рады, потому что это человек с большим вкусом и большим авторитетом в искусстве. И вот такое соединение маэстро, уникального знатока старинной музыки, нашего молодого театра и людей, которые в Петербурге являются символом просто нашего города в области культуры, таким как Владимир Гусев или Тамара Семенова. Вот это инициаторы проекта, и, может быть, из этого действительно может выйти нечто уникальное и интересное. И, между прочим, участвуют в основном молодые люди, и оркестр, который мы пригласили, он состоит в основном из молодых музыкантов. И я смотрю на репетициях, с каким восторгом они играют эту музыку. Это действительно воодушевляет прекрасное, красивое, уникальное, никогда не звучавшее в России. — Я знаю, что маэстро основательно относится ко всему, что он делает, и тщательно готовит спектакль. И я понимаю, что спектакль, который вам предстоит увидеть, это не просто оперный спектакль, но это некий сплав. Есть и пантомимы, и балеты, и маски, костюмы, которые являют множество составляющих, которые делают это действие прекрасно. Что еще важно в вашем спектакле, помимо прекрасной музыки? Я говорю, что вы всегда делаете очень глубоко подготовку для спектакля. И, по-другому, это амалгами, и пантомимы, и балеты, и маски, и костюмы. Что еще очень важно в этот амалгами? Это что-то спектакль, это что-то спектакль, что-то спектакль, что-то специально, что-то еще есть. — Я думаю, что этот овент, это очень интересно, что-то интересное мнение с ароматом. Это такое, что-то где-то, где-то, это в комедии, и на мастер-классе, как основе, которые являются protagonистами, И они представляют на среде музыки в разной форме, в форме пантомимы, в форме и в форме органических исполнителей. Я думаю, что это будет новый, не будет концерт. Это новый смысл, музыка и артистский. Уново. Я хочу спросить, прежде всего, маэстро, как вы работали с нашими певцами, и мы посмотрим атриотик этого мастер-класса. Я говорю, что, параллельно, в препарацию о спектакле, вы делаете мастер-класс с артистами. Какие-то артисты русские, сложные, или как-то partout? Нет, как-то partout, но они очень интересны на работе. С одной стороны, такие же артисты, как и везде, но их отличает то, что они, во-первых, заинтересованы в том, чтобы работа получилась. Они интересовались мной, моей карьеры, и было приятно с ними работать, потому что они меня интересовали. Я представил один пример из моего итальянства, который проводил опера на школе Туллио Серафим. Это был очень важный, очень важный директор опера, и с моей школой, маэстро Пьерро Беллужи и Донато Ренцетти. Я старался дать произведения итальянских, итальянские произведения, итальянских авторов, Донато Ренцетти, разных авторов, которые, в принципе, являются базой, основой итальянской оперы, и мне было приятно их как раз представлять и обучать этому. Он сказал еще о том, что у него были великие учителя, в том числе Туллио Серафим, известнейший дирижер. И это очень важно, потому что, я вот хочу сказать, я была на всех уроках мастер-класса, и редко случается, чтобы оперный дирижер так работал с солистами, как вокальный педагог. То есть те четыре человека, которые приехали на мастер-класс, это достаточно много людей считается для такого мастер-класса, они получили, может быть, за эти несколько дней, знаний больше, чем могли получить за пять лет учебы в каком-то высшем учебном заведении. Потому что вот маэстро своей тщательной работой и совершенно щедростью такой душевности, которую он раскрывал, тайны и мастерства, это просто удивительная вещь. Давайте посмотрим отрывок, покажите нам, пожалуйста, видео. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мне Италия, мне все время предлагают итальянскую оперу ставить. Я бы хотела, например, и польскую оперу поставить. Есть чудесные музыкальные произведения? Это кажется, что если ты был директор итальянский, то он должен всегда проводить музыку итальянную. Я итальянский мастер, и ко мне обращаются в обстановке итальянской оперы. Что жалко. Это не обязательный, но я бы хотела другого. Это того же концепта, я понимаю, придерживается театр «Северная Венеция», что есть десяток произведений, которые постоянно ставятся, но есть множество разных стран, оперы, которые никогда не ставились, и вы сумели поставить некоторые из них. Ну, безусловно. Я считаю, что мир музыки, он безграничен. Мы знаем так мало из того, что на самом деле существует. Есть великая музыка, которая, скажем, звучит в мире, но не звучит в России по каким-то причинам. Или есть музыка, которая просто очень хороша, но не звучит нигде. Ну, я придерживаюсь той мысли, что надо стараться представлять ту музыку, которая малоизвестна. Вот мы начинали с оперы Денисети Анна Болейн, которая, конечно, в мире, безусловно, идет на всех сценах, но никогда не шла в Россию. В прошлом году мы поставили оперу Генделя «Ациссы Галате». Это тоже известнейшая в мире опера, но в России мы первые были первооткрыватели. Но есть и такие оперы русские, скажем. Да, вот французская музыка тоже, кстати, да. С 11-14 века. Это очень такая была интересная для всех работа, и для музыкантов, и для публики. Потому что это замечательная музыка, очень красивая, может быть, наивная несколько для наших дней, но очаровательная. И артисты с удовольствием ее исполняли. Но вот сейчас я заинтересована в том, чтобы продвигать вообще ту музыку, которая совершенно неизвестна не только в России, но, может быть, даже и в мире. Вот мне предложил норвежский дирижер Йорн Фоскин сделать с ним оперу норвежского композитора Харклоу. Это современник Григо, очень неизвестный, в общем-то, композитор, который называется «Заклятие меча» по старинной норвежской саге. Это, конечно, труднейшая работа, и норвежский язык очень трудный, но все-таки мы начали уже какую-то подготовку к этой опере. И итальянский композитор Дмитрий Скарлатто предложил мне две своих только что написанных оперы на современные сюжеты, замечательные, с сюжетами, которые очень близки молодым людям. Это два маленьких сюжета о любви между людьми разных национальностей, разных взглядов политических, разных взглядов религиозных. И обе они трагические истории, но в то же время очень такие оптимистичные. И вот мы хотим такую музыку ставить, у нас вот этот проект, который мы начали, и маэстро в него вписался, он называется «Мировая опера». И вот в этом проекте там будут звучать самые различные произведения, и те, которые звучат в мире, но не звучат в России, и те, которые еще не звучали никогда. И вот то, что маэстро мне предложил поставить в России произведения, написанные уже там 300 лет тому назад, и музыку Сальери, которым у нас почти неизвестен. Мы только знаем, что это человек, который был рядом с Моцартом, и по легенде его отравил, что, говорят, все-таки является мифом. Но это был великий композитор, и, как выясняется, просто композитор, который писал шлягеры. Вот то, что мы услышим 5-го числа, это опера «Маленькая Орликинада», это просто вот такой шлягер, который потом будет звучать у всех на устах. Это запоминающаяся, очаровательная, вообще веселая музыка. Буквально остается у нас полторы минутки. Последний вопрос к маэстро. Мы надеемся, что вы приедете еще. Самая ваша такая мечта, какое произведение вы бы хотели поставить? Я надеюсь, что вы приедете зимой, потому что я слышала, что вы хотели бы увидеть холода у нас. Что это значит? Вы желали ли вы поставить уч过? Рассказываю вамします в гераре, потому что вы думали, что вы хотели бы бы увидеть холода здесь. А да, 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 да! И я бы хотелось бы видеть холода у нас. Я бы хотелось бы видеть холода. Я не хотелось бы видеть холода. Секрет. Но обязательно зимой, потому что действительно хочу увидеть холод и понять, как вы вообще машины заводите в такие холода. А уважаемые зрители, мы вас ждем, напоминаю, 5 апреля в 19 часов в Георгиевском зале Михайловского замка «Игра в масках». И я еще раз напоминаю, что зрители тоже должны быть обязательно в масках. Приходите. Такое уникальное зрелище нельзя пропустить, мне кажется. У нас в гостях были Людмила Александровна Модина, художественный руководитель Театра Северной Венеции и маэстро Стефано Карлини, художественный руководитель Театра Джакоза Итальяна. Спасибо большое, что вы у нас пришли. И ждем вас 5 апреля в 19 часов «Игра в маски». Спасибо.